Всем доброго времени суток! Мерекина Наталья и продюсерский центр «Альфа и Омега» представляют вам гороскоп на 1 февраля 2018 года. 18.21 по Москве, начало 17 лунного дня. Луна идет по знаку Льва. Действие затмения еще продолжается и будет продолжаться приблизительно 2-3 дня. 1 февраля очень хороший день. Можно начинать мечтать и строить планы, и стараться сразу их выполнять. Но если полнолуние до сих пор продолжает на вас влиять, отложите реализацию планов примерно на несколько суток. Не стоит также проявлять излишнее великодушие или стараться быть в центре внимания. Будьте также внимательны к своим финансам. В ближайшие несколько дней лучше провести тихо, спокойно, без излишних нагрузок и не принимать очень серьезных решений. Также не планируйте важные мероприятия, которые способны повлиять на будущее. Период с 1 по 9 февраля для овнов пройдет под влиянием Венеры. Очень полезно будет сходить в музей, почитать книги, сходить в театр. Возможно, ваш вкус сильно изменится. Изменятся также ваши восприятия. У тельцов первая неделя пройдет под желанием сэкономить. Возможно, вы начнете судорожно искать какую-то информацию об акциях и распродажах. Также для вас это благоприятный период для профилактики лечения заболеваний. Марс будет склонять близнецов к принятию импульсивных решений. Вам стоит заняться учебой. В личных отношениях первую половину февраля не торопите события. У раков в личном отношении возможна встреча с прошлым. Возможно, вас это заставит поменять ваши планы. Также февраль может затронуть вашу профессиональную сферу. Если у вас что-то будет ломаться, старайтесь починить это в первой половине февраля. Любые в первой половине февраля могут столкнуться с необоснованной критикой. Возможно, на вас будут совершены нападки с людьми, с которыми вы достаточно близких отношениях. Но не волнуйтесь, все это уйдет примерно к 14 февраля. Вам стоит действовать взвешенно и продуманно во всех сферах жизни. Первая неделя февраля – это отличный шанс выстроить работу максимально эффективно. Деве стоит браться за работу и за самые трудные задачи в первую декаду месяца. Именно сейчас вы можете найти оптимальные решения. Вам также стоит заняться профилактикой заболевания порнодвигательного аппарата. Добавьте в рацион продукты богатый кальцием и витамином D. Возможно, на первой неделе некоторые вопросы станут вновь актуальными. У весов отличное время для того, чтобы заняться своей фигурой. Первую половину месяца проведите с пользой. Сейчас удачное время по поиску и раскрытию ваших способностей и талантов. Скорпионом в первой половине февраля, возможно, захочется кардинально поменять жизнь. Сейчас стоит потерпеть. Займитесь чем-то новым, начните изучать что-то. И жажда перемен, возможно, отступит. Первую половину февраля лучше провести в тишине и спокойствии. А стрельцу как раз не стоит ходить ко врачам первой половине февраля. Особенно вредно заниматься самолечением. Не стоит также требовать многого от второй половинки. Для вас февраль также удачный месяц для вложения времени и средств самообразования. Козерогам первая неделя февраля может показаться скучной и без ярких событий. Стоит заняться любимым делом. Февраль для вас не самый удачный месяц для завязывания романтических отношений. Обстановка на работе будет располагать к активному труду. Водолеям не стоит распространяться о своих планах первые несколько дней. Ваш девиз сейчас это молчание золота. Вам особенно стоит опасаться сквозняков и сильного ветра. Зато у вас сейчас есть шанс влюбиться с первого взгляда. Рыбам первые несколько дней не стоит ввязываться в перепалки. Иначе вам может достаться. Стоит заняться собой, пройтись по магазинам, сменить гардероб. Вашему организму сейчас нужен полноценный отдых. Соблюдайте также осторожности в аморных делах. 1 февраля день удачен для близнецов и дев, менее удачен для раков, стрельцов и водолеев. Субтитры создавал DimaTorzok